здорово работяги давненько с вами не виделся и уже успел соскучиться нахожусь я сейчас как вы знаете весьма плачевном состоянии после бана отвечу твича и я вам скажу так сейчас все намного хуже и этот бан даже непонятно сколько будет длиться за счет того что были стрима брата стримы брата то есть там ты чешу дать мне за уклонение от бана последующий бан поэтому я может и подключил на ю тубе но я хочу доказать что стримил брат сами понимаете ну а вам я есть что немножко ребят болею поэтому выгляжу так вообще наверно отвратительно на ваш взгляд я предлагаю сейчас сыграть пятую игру в комплектном драфте достаточно любопытные сине зеленой колодой хотелось бы посмотреть все таки смогу ли я добить пятую победу я уже очень доволен результатом ну прям очень сильно доволен результатом но получится ли что-то лучшее из этой игры ванна любопытно вы смотрите у нас есть им путь причем такие достаточно хорошие есть ну панч антрас ки хорошие компа лба найти тут все плохо могу попытаться затыкать могу попытаться затыкать своя на но есть у меня любой ценой воспламенение тоже есть я кстати блин я просто сейчас представлял воспламенение можно использовать прямо на первом ходу но это же очень сильно нет ну давать его в тотем безны тотем безны но это на ход да и она не умирает фаски у меня конечно не будет а вот у него кстати она будет это я сейчас думаю что мы делаем тут кидаем any cost слушайте я не знаю может действительно бросим any cost потому что все это выглядит весьма весьма печально или мы просто камбэкнемся да наверное наверное мы попытаемся камбэкнется но тут надо как можно больше ему нанести и поставить туда фара на потом у чувака есть на самом деле прям ну все не хотелось бы так сказать перегибать до палку но нашел абсолютно все нужные ему карты убил всех моих героев первый лейн будем пытаться подушивать я уже знаю куда пойдет пагна кстати 11 золото и у нее сейчас она только увеличится все очень плохо третий лейн выглядит пока самым бесперспективным чувака 17 золота я знаю пуганная на левый лейн пойдет правильно давайте вот так сделаем тут все-таки можно за счет поиграться за счет ловушки на самом деле за 17 золота он сейчас столько может предметов накупить что вообще будет не сладко моя надежда на и гнать воспоминение 9 золото 17 он купил какой-то один предмет за 8 золота за 8 золота это скорее всего щита какой-то скорее всего это щит и против двух героев я уже не особо хочу идти на эту линию но смотрите вот тут я могу еще попытаться как-то задефаться знаете мне кажется это не критично кинуть home field advantage я могу тем более еще подумать над этим ну пока инициатива не так важно случайно вообще на этот лейн очень уже сильно не хочу прям приходить 8 золота сюда можно попытаться закинуть сюда конечно давайте сюда ну мы заспамим потом тут все героями чтобы он не смог бить нас на этой линии тут конечно все плохо ну сейчас он подсевит за 8 золота я думаю это щит базилиуса окей он просто не видит героя а что же он мог купить за 8 золота то подождите что-то не понимаю ну на самом деле вот этот третий лейн тогда еще может быть даже не так ну не настолько проигран как как я бы мог сказать мне зашли не самые мои лучшие карты золото что же он там может искать какой-нибудь по идее на ну зелье знаний стоит того чтобы его сейчас взять так тут я все-таки предлагаю забрать луну тут же мы поставим наверное энчантрас тут у нас будет виномансер плюс огур с учетом что у меня есть один крип и у него появляется лайн можно попробовать виномансер поставить на третью линию он там какое-то время постоит потом дать а у ешку шесть восемь три восемь семь ну это будет сильный баф просто сейчас на двух таких ключевых персонажей можно попытаться виномансера именно под бафать как бы 15 секунд с вами на ставить на третьей линии не давайте наверно вот так я хочу чтобы мои синие герои были с большим показателем здоровья кстати так то я могу дать а у ешку прямо сейчас даже и никто из них не умрет что очень забавно на самом деле я бы даже использовал ее может он сейчас что-нибудь поставит молитву накинем с другой линии блин это очень сильно если я получу копию за счет огра нужно было только огра сюда поставить сейчас не кинет какую-нибудь шмотку сильно получается наверно так и сделаем копия окей интересно мы туда кидаем точно романскую молитву потому что просто это топчик и тут энчантроску перенаправляем в пагну него три предмета вообще это наверно бред да мы попробуем и он его еще подсевит да потом я не хочу терять энчантрос мне все-таки нужно выигрывать два лейна поэтому мы сделаем так но крип тоже выживает это приятно он остался мне инициативу это тоже радует часики это то что нужно прямо слушайте ну хорошо хорошо появляется микро микро шансы микро шансы это то что мне нужно в этой игре но фантомка думаю идет на 3 лейн тут без вариантов да ой на 1 да я оказался прав но это неправильно он делает у меня инициатива есть сейчас просто его порву держи да глупо с его стороны было так делать и на луну конечно же нацепливаем не знаете на самом деле на огры лучше нацепить часики 4 ну зря наверное да мне кажется зря но с другой стороны тогда выживет огот но все-таки хочу дать молитву сейчас ну поехали взрыв бездны или у тебя проблемы хочу кинуть очень туда сильно романскую молитву чтобы ты не построил бездна это уничтожит 10 хп луна сильно а тут и безусловно хочу дать затерянный во времени слишком карта хороша слишком сильно слишком много импакта от нее будет жестко у него сейчас три героя появляется это моя как бы единственная тут проблема ну отлично вот этот предмет за 8 золота я не знаю что это но но я рад что мне удалось его заблокировать все таки тут надо как-то 3 лейн выигрывать ну как то как хороший вопрос например забирать тп шку и это хороший там не поймите меня неправильно там сейчас был хороший предмет вот например сейчас очень плохо что появляется два крипа тут и у него есть фингер на леоне это прям вообще плохо с другой стороны у меня опять есть инициатива если бим сейчас попадет на самом деле уже неважно куда он попадет их 5 до 5 бимов 5 на 318 учатся они все умирают до 105 на 315 ровно 15 хп но зависит от того как попадет или подождите ли они умирают не против мира но мне главное чтобы умер был лайк все что должен сейчас сделать это тп шнуть луну правильно свин потом будет апперкил но это грустно взял все-таки придется как-то выигрывать вот этот лейн не знаю очень хотел бы убить вино очень хотел бы убить там вот это конечно радует мне кажется этот лейн невозможно камбекнуть на самом деле не хотел бы я тоже давать lost in time сразу так вот прям давайте плащ возьмем у меня там есть доминатор так что я бы не сильно хотел все вот это дело покупать вот третий лейн выглядит таким самым слабым существом он видимо что-то в этой игре знает я даже не знаю что он хочет тут сделать я все что сейчас хочу это используется lost in time и попытаться их было закопировать на у 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 него видимо есть цель вот на этой линии на что-то еще сделать лайн сейчас может пойти на этот лайн на самом деле да может нет смотрите к интересно блин я не понимаю тогда вот ну того что он делает мог бы уже немножко по-другому сыграть причем намного лучше вот вот это меня пугает 6 раундов с момента получения токсичные побеги конечно стрелять на энчант раскущит пригодится инициатива за ним это вот только меня печалит ой даже боюсь представить что сейчас может быть какая-нибудь не ауешка ну конечно синие синие вообще у него синий черная колода кашка мне на самом деле тут не представляется возможным вот свена убили вообще клёво если луну сейчас он не добьет то будет очень здорово думаю он может это сделать 615 я плащ тогда веника убьет сейчас посмотрим кого он убьет я думаю он луну во первых потом но этого поставлю скитальца понятное дело конечно варды сейчас хорошо хорошо постреляли очень много карт плюс четыре атаки ну шейфы сми я на самом деле больше ты наверно ничего и не буду давать разве что на левом лейне могу согром покидаться на какими-то заклинаниями пять-десять такой неприятный я бы сказал пять секунд семейный Вот что мне тут не нравится Блин, Куб Де Грейс и вообще никто не отменял Вообще никто не отменял Страшно Попробуем накопить на шлем господства Как же вы вообще не в тему-то появляетесь Ладно, нужно пытаться добивать этот тавер Да, эта фантомка у нее, конечно, тут подстряла Вот это жалко, что госпожа умерла Не, ну раз такой базар, конечно, мы можем легко использовать природное пристанище Мы победим или умеем вместе Никто не может отменять Никто не может отменять в небе На самом деле 6 маны 6 урона моя башня получит за каждое заклинание То есть мне нужно вообще ничего не сделать Иначе моя башня умрет Но вообще лучше ничего не кастовать Неприятно, однако, господа Еще и трибушеты работают Получается, я вообще ничего не могу больше делать Вау Супер неприятно Супер неприятная ситуация 4 Если я сейчас дам просто заклинание То я получу 6 урона Больше я ожидать никакое не смогу Жестко Плюс эти варды отлетят сейчас Единственное, да, что я могу попытаться его как бы залетать Но если я потом... Дело в том, что да, если я потом дам, тогда... То есть смотрите, я сейчас могу призвать два тотема, это будет... Ну, короче, ладно Тут я, видимо, проиграю Ну, потому что я не могу просто не использовать Использовать вообще какую-либо карту У меня нету хила башни 15 секунд remaining То есть тут только мне доминатор выиграет, наверное, игру, да 5 секунд remaining Даже не знаю, как быть 6 урона, блин Ладно, может, мы как-нибудь сильно ничью с ним тут выйдем Бля, пиздец Сколько у тебя карт, чувак Нет, что-то мне кажется, ничья у нас вообще никак не выйдет Не получится Ладно, я просто... Я просто не хочу... Моя башня сразу умрет, если я использую заклинание Так что я лучше это не буду делать С другой стороны, может, лучше сейчас, чем потом 15 Да, это серьезно, это вот это? Что-то в голос О, вот это, кстати, может сделать микро-микро-комбэк Ну, доминатор подъехал Не, ну, шансы малы Малы, ребят, будем откровенны Не знаю, мне нужно залочить ему карту и в то же время как-то... Шесть соседним У меня башня сейчас умрет Понимаете Эх, сейчас ба-у-е, да? Ну, смотрите, у него тоже башня умирает По крайней мере, пока Что мне тут дает инициатива? Ничего Мне серьезно, она мне вообще ничего не дает Ну, тут убиваю вардик Вот тут смогу убить одного крипа Тут возможно, если... Да нет, вот без шансов Это гг Ну, вы, наверное, даже смогли увидеть, да? Как я, собственно, пытался придумать сейчас Но У меня настолько тут нету опций То есть Она как бы и есть, да? Но она одна Это еще Использую токсичные побеги Как бы Молюсь, что... Да, даже если мне заходит Eclipse Так-то я проигрываю С другой стороны, я могу еще с вами Позащищать, да? 15 секунд Ну да, вот так я могу сделать Потом у него будет фингер уже Я не могу вообще получать эти 6 урона Ай-яй-яй Ай-яй-яй Надо взрывать, походу, я не знаю Тут Позащищать, походу, я не знаю Ай-яй-яй Что это? какой хороший у него пуля какие же у него очень сильные карты тут конечно в колоде я сейчас так смотрю на совете я вызываю да и как бы проигрываю а если я взрываю этого свена то тоже проигрываю 15 секунд remaining 5 секунд remaining 3 2 1 блин ну кого я нудел а я мог чисто как-то в теории сделать больше урона ау ау как ты надеешься долет демонолога как я надеюсь одолеть демонолога никак да ладно чувак ну чё ты там дачу ты тогда это ждал чего алло но зря на третью линию здесь я просто вот чуть-чуть не дофокусил его с тотемами на самом деле чуть-чуть чуть-чуть не прошел не прошел фокус ну что я найду эклипс и а что ну эклипс да эклипс да я кто эклипс я эклипс ребят ломаю трон проверяйте очередная игра которая заканчивается в 4 в 4 героя на одной линии что-то в комплектном только так и бывает на самом деле в комплектном у меня все игры сводится к четырем героям на одной линии потом те уже с этим чуваком получается падала хороший герой или он тоже сарказм мод офф не не ну я блин ну они сплыли но посмотрите ну а там еще крип появился окр кстати окр по моему повторил до затерянные во времени мне что было достаточно качественно я бы сказал да сэт фейс к сожалению тут лучше мне нужно было вернуться на вторую линию когда он оттуда свалил и начать возвращать но он уже смотрите он свалил только тогда когда он убедился что он спушил мне ее то есть хитро хитро с его стороны что у него там вообще было ну смотрите у него очень сильная колода в плане я вижу вот ну бред раз карта бред вот это например очень сильная сам тотем он не так плохо есть ты можешь угадать когда ты его ставишь он в принципе вовремя его поставил я бы даже сказал что затерянный во времени ну два подлого удара один из которых сработал идеально и он нашел в принципе себе все начальные карты которые ему были нужны он нашел три готовности к битве из трех благодаря чему смог забрать с самого начала всех моих героев ну на самом деле я могу сказать что лакерный соперник реально лакерный ну у меня колода не самая сильная ну она хорошая но не очень сильная давайте еще бахнем я уже доволен результатом на самом деле многие меня могут говнить наверное за то что ставлю огра третьим но ну последнем смысле но как вы видите тут огар больше как лейтовая карта которая повторяет уже розыгрыш к не знаю вот я сжигал да там когда его карты он поставил двух героев он поставил лайна там был свэн с пятью единицами здоровья мне кажется я все таки не зря их сжег на первой линии это позволило мне как то вернуться вообще в игру потому что ну у меня были проиграны все три линии вообще сразу все три то есть они были проиграны он убил всех трех героев я вам хочу напомнить всех трех героев он убил причем убил не потому что он как-то в скиллове играл или ну что то такое он просто реально нашел три карты которые позволили ему выиграть меня в начале очень долго ищет игру сомнительное достижение давайте фантомный драфт тогда сыграем тут у меня колода тоже я бы сказал не самая такая жестокая но есть стадо граммозавров да есть один огур солдат который в принципе неплохой есть один сатир остальном все ну достаточно такая клятва есть что-то вообще dead game что ли дает ей 34 минуты длилась игра конечно капец ну и плюс у него реально была колода заточена я на самом деле вот очень очень филанул когда отдал ему улучшение когда он смог при помощи свена его уничтожить ладно поехали давайте завершим pain некто против нас опять два свена но это не тот же чувак да ну давайте попытаемся понадеемся что мы хоть тут сможем задоджить хотя бы надо чтоб один герой выжил потому что они такие на value и один задоджил второй задоджил третий задоджил вообще отлично ну два вот этих свена блин как же они прям не нравится вообще они ну отвратительные гадкие дядьки ну тут вопрос я хочу сейчас кинуть рамаску и молитву вообще хоть на какую нибудь линию так то иначе ну у меня отлетает герой или я возможно хочу это сделать через один ход ну тут в принципе на самом деле неважно он сейчас можем мы можем сказать какие он карты играет есть воспламенение это из плюсов минусов то что эти все герои они возвращаются и потом 9 урона моя башня тут уже тоже получила что за мода какая то пошла играть лаенов я не знаю куда тут попадет бим давайте так куда он поставит line line это 65 и он скорее всего пойдет сюда правильно мне нужно как можно больше тут нанести урона ну и я бы поставил на первую линию но ну вот как раз потом сюда и пойдет армазка молитва главное что тут крип ни один не привезли это будет достаточно если ни один крип тут не появится я буду даже доволен один крип появился 5 2 вард может и сюда его поставить на на самом деле абсурд по-моему а так я смотрите я укрепляю получается два героя да ну это вас война уже много атаки то есть наверно сюда так давай она поставит и я могу в принципе запротектить луну чуть больше получается бороться за левый лейн угадал ну фарон по центру идеальный самый расклад для меня там просто вином все равно умирает там я возможно захочу дать токсичные побеги поэтому ну и в любом случае кидаю молитву туда это слишком хорошо она слишком хороша ну слишком хороша объективно ну вот этот лейн я должен как бы выигрывать я считаю если я делаю чревовещание то 7 6 атаки 3 то получается у меня может виномансер выжить да а а нет 3 он все равно умирает ну да rip in peace виномансер а вот тут любопытно а а окей тогда возможно мы наверное сделаем благословение верно да но на самом деле файлану бля то все равно блядь фидом у ну что же я такой даун то почему считать не умею объясните мне кто-нибудь друзья пожалуйста и почему я не умею считать но это же так просто это же так просто считать быть может купить жертвенные на рачи субоку огр five seconds раме не хватит потом таким сказать захилит зачем я взял все равно огар умрет сейчас feels bad мая я вижу он серьезно настроен я вот тот еще центральный лэйм я про него не забываю я помню про него после пытаясь найти для него такой хороший момент жалко слабенький ну вообще засейвить этого кайпаса наверное решение такое себе с другой стороны вот этот лэйм он купил две хилки но если у него есть еще какая-то атака на свой на это будет грустно правда тут и клип потом хорошо зайдет этот клип на самом деле очень важно если выживет я заставлю его потом не забываем про вот эту линию на которой у нас стоит один всего лишь своем можно будет сюда вина канцера поставить как там еще крип например будет появляться ну типа пока это бесполезный урон который он тут тыкает тут токсичные побеги поставил анлав будет на самом деле очень сильно но я броню уже не сюда сыграл на ну получается короткий меч потом будет развод . на сил мультикаст конечно всегда приятен 4 6 9 и клипс попадет тебе будет прям супер здорово конечно хочу стать и на мансера сюда что дальше что хочет затерянного времени дать ну да пожалуй так да мультикастик тот крипской все убьет а у тут возможно даже мне понадобится ты пашка ты пашка будет даже лучшим наверное вариантом но жалко я клерика хотел с странно что он так вот просто заигнорил эту тут ни одного крипа посмотрим что он сейчас сыграет я думаю он сейчас какую-нибудь хилку даст по-любому правильно ну иначе это слишком глупо если он так играет хилку давай в дебби тут я потом дам lost in time и перейдем к третьей линии хотя вообще могу lost in time дать и на третьей как-то глупо он совсем фиданул дебби не ну это такое это знаете это знаете как называется это называется чувак я еще подумал над этим ходом вот так называется ох как же мне хочется убить демонологиста бля и пожалуйста давай-ка переним не клипс это будет вообще действие все равно не страшно ну ладно если бью рич хантера то есть лайна и себе лайна и свена будет 10 из 10 если коперну карты тоже будет действие она убила и нападет вау мультикаст и еще и свена убиваю огар живет главное если огар живет то тогда четко четко все тогда я могу в принципе даже не возвращаться то на 3 четко ебой вот вот теперь сюда но если сейчас вином станет напротив свена это вообще будет прям супер тупо окей но он он пока не умирает это главное на самом деле я сейчас все что хочу дать это вот наверное lost in time потому что там я буду давать портал не зайти тут я буду давать портал тут я буду давать что 15 секунд замене 5 секунд замене 3 нужно будет от фингера сейчас от фингера засейвится я собственно это и пытаюсь сделать пока вот это вот минус 5 неприятно ну не я вроде от фингера смотрите то есть чтобы от фингера засейвится мне нужно тогда и энчантрас как-то угро всего лишь вообще 7 хп свен сагрится и нам 5 не вином и вообще никак не засейвить по моему люблю вот эти вот эклипс и которые за счет мультикастов печаль том что он но игра видимо затянется я уже могу сказать она затянется это это факт так а что буду давать портал ну ладно давай порта бля почему так грустно что это за разворот эти каст ну мне кажется я мы на самом деле два раунда это в этом раунде получено нормально бля на самом деле сейчас появляется два черных героя и причем у них очень хорошие бонусы все а у меня вот как раз таки не будет героев я сейчас должен четко как бы понять куда вообще я хочу идти я думаю у меня как бы есть четко спрогнозирована идея того куда я хочу пойти ну просто у свенов ребят невероятное количество атаки невероятное количество атаки сейчас один фарон всего лишь появится не вижу смысла покупать фласку ну с другой стороны не вижу смысла и сюда ставится потому что иначе попадаю под сплэш а тут это выглядит к оружию как-никак поинтереснее за счет двух крипов да серьезно он управляет их как же он хочет выиграть то этот лейн можно еще один эклипс просто найти на самом деле поставить все дело в одном эклипсе ребята поверите отлично ну так тогда я не тогда я предлагаю его как-то подсейвить сделать вот так у меня нету каких-то там сильных сейчас карт чтобы мне нужна была инициатива так сильно да это приятно что тут никто не появляется и крип еще вот это вот это вот подставная атака крепца ух самом деле если я заявлюсь с эклипсом это будет очень мощно 6 урона кстати получает пару приятно если он сейчас его не подхилит пасен просто умрет а пир understand my orders неприятно но он не надо сюда будет идти кем-то точно вообще насколько мне тут нужно что-то доделать типа я получаю одну единицу брони и что я знаете как это за шоп не убил он он что-то сыграет еще и почти уверен ну у него еще во первых есть сигнатур к дэпи чувак ты конечно лютый хейтер реально реале я он хотите тут на двойной паралл helping myself i'm helping all а блин одни крепкий я вообще он проигрывает по сути три линии ну я я я могу его выиграть на трех линиях так скажем смотрите сейчас у меня появляется огар которым я там так как он жирнее это будет eclipse ну какой-то линия должен все-таки пожертвовать я не хочу отдавать так просто этот лейн для я хочу убить этого свена а босса на любой ценой плюс магический штурм кстати получается сейчас подумаем будем ли мы отдавать инициативу можно вот этот слабенький отдать eclipse блин вообще я бы сделал знаете как но он же по-любому что-то сыграет правильно тогда я могу на самом деле ничего не давать тоже интереснее блин боггерс мульти поречка это это просто перестаховка я выиграл все три линии ну и что ты сейчас здесь он сейчас не убьет вина мансера сразу он его не убьет почему мне 8 маны а порицание колдовства ну как бы вы понимаете да сейчас эклипсон во первых убивает все сколько у меня их было 5 зачем ребят две луны когда есть просто огармак давай дядя вы уже видите да вы уже видите как я доволен то падание конечно топкал было ровно 14 получается баф что я сыграл сыграл на самом деле очень большую роль доминатор ну просто шикарно ребят мы просто шикарно я выигрывали я все три линии выиграл реально я все три линии выиграл на сине зеленый колоди у чувака ну у которого были ну не такие сильные карты давайте будем объективный на чувак не так сильно отыграл hello мазафакер у меня тут есть доминатор для тебя даже хорошо на самом деле что инициатива у него не а чё он хочет дадя дадуа я понял будет меня это отбирать меня полностью не а если два выстрела в деби то а хотя но это конечно алын ну сколько еще ты дашь сигнатура клеона еще одну мазафакер вот это уже видите это уже называется питбайтил но даже тут дядя мне кажется это тебе не поможет плечи тела вообще на сейчас ходу да ребята получатся я очень свои игру скорее прям вообще себе я два раза к стану два раза к стану эту штуку ну-ка не я ни разу как будто это не заклинание знаете она у меня никогда не повторяется почему-то никогда не слушайте у него еще есть бля он может мне на самом деле сейчас два таура просто снести ладно давайте оставим инициативу вы просто влияем сейчас одного какого-нибудь героя раскидали потому что что-то я даже на самом деле немножко это так так просто можно и доиграться на самом деле девять час ли он с фингером появляется сейчас поставит одного кого не сюда сто процентов ну видите он хочет выиграть более 2 лейна сразу теперь понятно прикольно но вот 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 конечно реально грустно что так может вот я могу так даже проиграть я уже обрадовался а ведь зря вариант обосрался называет броня в клочья у нее конечно есть карты ну которые реально видно что он надеюсь наверное он там набрал прям супер топовых всех героев да но судя по тому что есть lion свен и свен видимо он взял именно их не вообще ничего у него сильного нету реально предметы у него супер дорогие причем 5-1 входной билет плюс три пакетча легчайший комплектный драфт ребят так ну на этом все ну пока по крайней мере все я фантомные наверно еще до играю но не знаю на записи для записи не для записи что чекать я даже не знаю появится ли это запись где-то так что давайте ребят увидимся